МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курганру с Алексеем Старцевым. Здравствуйте! И сразу о главном. За Уралия начала работу экспертная группа по отбору кандидатов в губернаторский резерв. Кандидатов, которые успешно прошли два этапа конкурса, пригласили на собеседование. Всего заявки для участия в резерве высших управленческих кадров региона подали 670 человек. До этапа собеседования дошли 135 кандидатов. Это лучшие люди, мотивированные на плодотворную работу, отметил вице-губернатор Курганской области и председатель экспертной группы Владислав Кузнецов. Те люди, которые имеют хороший заряд, хорошее желание, хорошую мотивацию, профессионально расти и пополнять ряды, в том числе и исполнить мотивацию. Это те люди, на которых мы в дальнейшем будем операцией. В первый день собеседования экспертная группа по отбору кандидатов выслушала 18 человек. Предприниматели, педагоги, а также представители других профессий рассказывали о себе и отвечали на вопросы. Конкурсант Максим Ленский признается, что совсем не волнуется. Самый сложный этап тестирования уже позади. Мы сдавали уставку Курганской области, Конституцию, закон о коррупции, сдавали русский язык. В общем, борьба была тяжелая, очень много было человек заявлено. Я так понимаю, сейчас отобрали лучших из лучших, как нам сказали. Вот, очень приятно, поэтому будем стараться дальше. Собеседования со следующими группами конкурсантов продлятся всю эту неделю. В дальнейшем людей из губернаторского резерва будут назначать на должности самого высокого уровня. Заместители губернатора, руководители различных учреждений и предприятий, муниципальные должности. Алексей Старцев, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру. Приход участкового по приятному поводу. В преддверии Международного женского дня в Кургане провели акцию 8 марта в каждый дом. Полицейские поздравили женщин со своих участков. Звонок в дверь. На пороге человек в форме. Жительница Кургана Алла Маслова приятно удивлена. Участковый не задает вопросов, а говорит приятные слова. Поздравляю вас с 8 марта. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо большое. Спасибо за внимание. В МВД России по Кургану стало доброй традицией навещать и поздравлять женщин в преддверии Международного женского дня. Этот год не стал исключением. На этой неделе у нас проходит акция 8 марта в каждый дом. В рамках этой акции мы на административном участке обходим дома, поздравляем женщин с 8 марта, вручаем им визиточки и открытки с поздравлениями. В рамках акции также поздравили жительниц Кургана, получающих государственные услуги в подразделениях по вопросам миграции. Прекрасные дамы получили цветы. Кроме того, в торговых центрах города на информационных стендах каждый участковый размещал листовку с поздравлением. На ней не только пожелания, но и фотографии участкового и его контакты. Это позволит прекрасным дамам более оперативно решать волнующие их вопросы. Максим Ахахонин, Кристина Смирнова, Владислав Базылев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Сегодня далеко не редкость, когда той или иной организацией руководит представительница слабого пола. Однако совсем другое дело, когда это касается, на первый взгляд, сугубо мужских профессий. Именно о таком герое наш следующий сюжет. Полковник внутренней службы Татьяна Симонова вот уже более 12 лет возглавляет Курганскую справительную колонию номер 4. Здесь отбывают наказания женщины, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Рабочий день начальника колонии начинается с отдачи приказа сотрудникам ИК. Раз в неделю полностью обходит учреждение, посещает каждый отряд, проверяет, все ли в порядке и дает наставление. Ведет личный прием осужденных, выслушивает их просьбы и жалобы. Как правило, отбывающие наказания просят о дополнительных свиданиях. Благодаря грамотной и слаженной работе в коллективе учреждение удается содержать в полном порядке. Каждая осужденная занята делом. Большая часть из них трудится на швейном производстве. Многие получили здесь образование, среднее и профессиональное. Некоторые занимаются в театре, ставят танцевальные номера, в которых заложен смысл. Так как Татьяна Александровна в молодые годы закончила институт и получила образование режиссера, с удовольствием посещает все выступления и даже репетиции своих подопечных. Однако для своих коллег Татьяна Александровна прежде всего строгий и требовательный руководитель. Это грамотный, целеустремленный, требовательный, но в то же время чуткий, гибкий в отношении личного состава руководитель. Созданная атмосфера в коллективе Татьяны Александровны, взаимопонимания, помогает нам работать четко, слаженно и достигать всегда намеченных целей. Для семьи Татьяны Симонова прекрасная жена, замечательная мама и бабушка. В свободное время занимается домашними делами и разводит любимые цветы – георгины. Однако бывает, что отпечаток профессии сказывается и на близких. Когда я прихожу домой и начинаю тоже мужу определять его задачи, то он мне говорит «Татьяна, ты уже дома, выключайся, успокойся, все, ты уже дома». Дети мне все говорят «Мама, если что-то там нужно сделать, рапорт написать, отчет подготовить», ну вот так, где-то шутят. Ну не всегда получается переключаться, но стараюсь. Милые женщины, будьте красивы, словно природа весной. Милые женщины, будьте любимы, и расцветет шар земной. Милые женщины, будьте прекрасны, как на заре соловьей. Милые женщины, я вам желаю мира, покоя, любви. Алла Маковеева, Оксана Шевцова, Владислав Базалев, Александр Немков, информационное агентство Курганру. К другим темам. В одно время ставшее популярным на просторах интернета направление видеоформата, вновь вспомнили. Наша съемочная группа совместно с сотрудниками отдела пропаганды городского ОГИВДД, а также известным блогерам, провели социальный эксперимент. Результаты неутешительные. Интересно, порой даже весело, но с удручающими результатами. Наверное, так мы можем описать свои ощущения после того, как закончили съемки социального эксперимента. Суть его была проста – проверить, проявят ли курганцы гражданскую сознательность в случае, когда их попросит явно подвыпивший водитель помочь открыть автомобиль. Поддадутся ли они уговорам и слезливой истории, или все же поступят правильно и не станут помогать. Обратятся ли к инспектору, который расположился недалеко. А полицейские даже были готовы принимать звонки от неравнодушных граждан. В главной роли – курганский блогер Иван Иванов, которого для эксперимента делегировал «Автоклуб 45». Запах алкоголя, несуразную речь и походку обеспечили. Эксперимент начался. Все, начинаем. Ребят, парень, помоги мне, пожалуйста, одну минуту. Парень, короче, мне жена родила, а я тачку открыть не могу, мне надо на Советскую ехать, сына забирать. Друзья, давай ты подождешь, если на такси поедешь. Девушки, не поможете мне? На минутку. Вот сейчас ситуация такая, мне жена родила только что. И я, клядь, не хочу в роддом попасть, мне надо. Сына родила 4200. И у меня машина не открывается, можете мне машину открыть, поехал? А как мы откроем ее? У меня ключи-то есть, документы есть. Открыть не могу. А мы тоже здесь, я тут вообще не умею открывать. Так мужики не помогают нифига. Пойдемте, девушка, помогите вот повернуть ключ. Не могу открыть нифига. Минутку, девушка, ну ехать мне надо. Мужчина, можно обратиться на минутку к вам? Дружище, прости, я в твоей маленькой не в форме. В общем, у меня жена рожает. Капец, нахрен в роддом ехать. И суть в чем, у меня машина, блин, открыть не могу. Открыть можешь машину мне? А чем ее делать? У меня ключ-то есть в смысле. Я не могу открыть, не пойму, какие-то японские. Я пиво пью. Некоторых Ивану удалось уговорить открыть дверь авто. Но это были единицы. Большинство игнорировали его просьбы и мольбы. Обращали внимание и на запах алкоголя, и на пивную банку в руках. Правда, только один мужчина решил обратиться к полицейским. Он уже собирался набирать в дежурную часть. Успели его остановить. Пьяный человек просит открыть машину, и чтобы он ехал пьяный. Стоит в банке пива. Как я ему буду открывать? Может сказать, я его на смерть посылаю, или еще, чтобы он кого-то сбил, или еще что-то. Да, я хотел узнать. Думаю, если кто-то откроет, ему позвоню и пусть остановят. Как пьяный человек может ехать на машине? Я не скажу, что я ожидал каких-то конкретных результатов. Но в целом наши горожане меня больше порадовали. Я не знаю, насколько хорошо у меня получилось изображать человека в алкогольном опьянении. Но, если честно, мне кажется, еще пару-тройку таких экспериментов, и я смогу поднатаскаться именно уговаривать. Народ у нас в целом склонен к тому, что его можно уговаривать. А почему горожане не обращались к инспекторам, заприметив пьяного водителя? Иван разводит руками. Сотрудники ГИБДД тоже не понимают, почему люди закрывают на это глаза. Приводят статистику, которая говорит сама за себя. За 12 месяцев 2018 года в городе Кургане зарегистрировано 60 дорожных транспортных происшествий, в которых 10 человек погибло, 73 ранено. И это все с участием пьяных водителей. У нас также выявлено инспекторами ДПС около 1400 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. И за январь текущего года у нас произошло 3 дорожных транспортных происшествий, в которых трое погибло, двое ранено. И выявлено 85 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД обращаются к курганцам. Если вы стали очевидцами управления автомобилем, водителем, состояния алкогольного или наркотического опьянения, то следует обратиться в органы ГИБДД по телефону 02, либо в дежурную часть ГИБДД по городу Кургану по телефону 256490. Павел Баев, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. На этом все. Эфир продолжит новый увлекательный проект Курганру «Сделано в Заурале». И ее ведущий Майхил Котельников и Ксения Аванесова. Не переключайтесь, будет интересно. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Рыбка большая и маленькая. Вкусная и ароматная рыбка на столе. Одна мысль от этого уже вызывает аппетит. Может ли Курганская область гордиться производством готовой рыбки? Мы узнаем в передаче «Сделано в Заурале». Меня зовут Михаил Котельников. И сегодня мы с вами отправимся к индивидуальному предпринимателю Затерьянову. Говорят, его продукция славится не только у местных жителей, но и у гостей региона. Пойдем посмотрим. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Добрый день. Меня зовут Федор. Федор, расскажите, с чего начинается ваше предприятие? Ну, давайте зайдем. В этом помещении происходит оттайки рыбы перед посолом. Раз здесь просто рыба оттаивает, то пойдемте смотреть дальше на следующий процесс. Рыба оттаила. Что она делает дальше? Дальше она попадает в ванны. А в ваннах уже, видимо, соленая вода. Да, в ваннах уже соленая вода. Каждой рыбе нужен определенной плотности тузлук. Селедки одной, стумбрии другой, пеледи третий. Каждая рыба требует отдельного внимания. Давайте попробуем пошурюдить, посмотреть, что здесь. Но нам маленько мороженое. Что с ней вообще происходит? Для чего она здесь лежит? Селедку и вообще любую рыбу надо солить не до конца оттаявшей, чтобы она сохраняла изумительное качество. Покажи, как у нас в течение дня рыба тусуется. То есть она еще перемешивается? Да. Для чего? Для равномерного посола. А можно я попробую помешать? Если честно, очень такой сложный процесс. Надо упор принять и... Вот видите, как это делают профессионалы. Сейчас попробую сделать я. Все равно довольно-таки тяжелый процесс. Когда мешаешь, она очень тяжелая, еще мороженое. Как называется это, Пал? Весло. То есть можно и выгрести, и рыбу мешать. Но я думаю, далеко не у твоей этого. Хорошо, спасибо большое. Пойдемте дальше, пройдем. А откуда вообще рыба привозится? С Кантематиевка данная рыба. А вообще рыба откуда привозится вся? С Санкт-Петербурга, Дальний Восток. Курганская область. То есть у вас, помимо таких коричных рыб, есть еще и какие-то деликатесы? Обязательно. Деликатесы-то я очень сильно хочу посмотреть. Пойдемте посмотрим. Наряду с селедкой, вот форель. Какая большая рыбина. Форель. Это настоящий деликатес. Вот это с Дальнего Востока, да, привезли? Это с Керу, страна происхождения. А вот это карась? Карась, да, но не курганский. Посмотрите, какой карась здоровый, большой. Мороженый, он даже без кишок. Нет, не потрошенный. Это не потрошенная рыба. А почему, кстати, не потрошенная рыба? Потрошится после посола. Если ее разделать до посола, то она получится пересоленой. Федор, ну вот это, наверное, не самая большая рыба, не самый большой экземпляр, который приходил на предприятие. Все-таки какие размеры-то? Ну, самая большая, наверное, это была семга, килограмма 20. Ух ты, это же вообще в мой рост, наверное. Да нет, вот так, наверное, где-то. Что дальше происходит? Рыба сельд, укладываются в ведра. Это, то есть, уже вот отсюда, из этих ванн, она укладывается в ведра? Да. И в такой же соленой воде? Не заливает отдельно тузлуком. Сколько рыб умещается вообще в ведро? Это зависит от размера рыбы. Если маленькая рыба, 30 штук. А если крупная, может и 10 штук быть. А что здесь происходит? Как здесь процесс? Давайте подойдем, увидим. Я понимаю, здесь разделка рыбы, да, Индор? Да, разделка рыбы. На данный момент из горбуши свежемороженной делают балык и тешу. Насколько это тяжело и вообще острый лист, но можно ли попробовать? Конечно, можно, только надо быть очень осторожным. Давайте спира, я вам покажу. Рыба идет вся туда, сразу отмывается уже, да? Да, отмывается. Как у вас хорошо это получается, вы занимались этим, да, раньше? Очень много. Ну, на данный момент я делаю это очень медленно. Мои работники, я думаю, делают раз в 10 быстрее, чем я. Что, можно я попробую, с вашего позволения? Так, я вам выберу. Давайте. Поплотнее. Вот так, да, и все правильно делают? Почти. Это будет после корчения называться балыком, это будет называться тишой. А расскажите, что не так, какие ошибки были? Да нет, замечательно. А может быть, на работу к себе возьмется? Это очень тяжелый труд. На очереди разделка рыбы вручную, что гораздо сложнее. Разделка идет на пласт. То есть человек профессионально, видите, как стрелал, вторым движением он убирает хребет. Ножик должен быть очень острый, наверное, да? Такого ножа при разделке на один день хватает. После этого он просто выбрасывается. Что делаем? Рыбу прижимаем, аккуратненько начинаем резать, доводим до хвоста. Видите, у меня как движения какие. У молодого человека, работника, такого не было. Теперь ваша очередь. Я дома-то, конечно, готовлю рыбу, но чтобы ее разделывать так, я вот не знал такого. Сейчас попробуем. Для того, чтобы быстро, а главное правильно разделать рыбу, нужно долго этому учиться. Люди, работающие на предприятии, настоящие профессионалы своего дела, могут делать свою работу буквально с закрытыми глазами. Когда я организовал свое предприятие, все этапы производства рыбы проходили через мои руки. Солил, резал, упаковывал, коптил. Это я все сам делал. Печки построил, печку запускаешь, целые сутки возле печки стоишь. Рыбу режешь, сам режешь. Другим показываешь. Можно сказать, что научили этих ребят работать, заниматься рыбой. Как много они ее обрабатывают за смену? От полутора до двух тонн. Расскажите, что здесь происходит, что здесь висит вообще? Здесь рыба наколота, навешана, навешала. Она на данный момент обтекает, чтобы ее влага полностью стекла. Это судак, это корешка у нас. Что с ней происходит потом, после того, как она обтекла? Рыба едет на сушку перед копчением или едет на вялку. Это скумбрия. А, это скумбрия. Да. Она обвязана для горячего копчения. Зачем нужна обвязка? Когда рыба горячится, температура в камере достигает 90 градусов. И чтобы она не расползлась или просто не упала, ее специально вот так вешают. Можете процесс посмотреть, как идет обвязка. Но я думаю, этому вы никогда не научитесь. Судар очень вкусно пахнет. Расскажите, чем здесь происходит с рыбой копчение. Вот сразу аппаратура у вас тут какая-то. Что это такое? Эта аппаратура предназначена для фиксации температуры. Каждая рыба должна копиться при определенной температуре. То есть, допустим, горбуша не выше 33 градусов. Поставили, что вот эта камера должна быть 33 градуса. Если температура повысится, сработает сигнализация. Если будет высокая температура, рыба будет мягкая. Она будет вареная. А давайте посмотрим, что в печке вообще, как там что устроено. В печке обыкновенные помещения 2 на 2, куда входят 4 тележки с рыбой. А почему стены черные? А дыма? А как они обрабатываются, эти печи? И что с ними происходит вообще? Раз в две недели их прожигают. Чтобы смолы сгорали, это для безопасности печек. Чтобы они не горели. Устройство очень простое. Это обычная печь. Но вот топить ее можно только опилками. Ни в коем случае не дровами. Дрова горят, а опилки шают и дают дым столь необходимой рыбе. Сейчас я закатываю рыбу в печь. Запах рыбы, как долго он выветривается вообще. Ну, я думаю, что одежду вашу, когда вы вернетесь домой, желательно сразу постирать. А это сырок, да, насколько я понимаю? Да, это наш курганский пелец сырок знаменитый. Очень вкусно выглядит, все и красиво. Собер, что это такое, для чего это устройство? Летом я бы сказал, что это, наверное, для охлаждения, чтобы не было так жарко. Сейчас для чего это? Прежде чем рыбу загнать в камеры, ее надо обязательно высушить. Как долго происходит процесс сушки? От двух до шести часов. Вот потрогайте рыбу, видите, на ней уже влаги нет. Да, сухая и уже, наверное, готова к копчению, да? Я даже бы сказал, готова к употреблению. А, даже уже к употреблению. Почему ваша рыба так аппетитно выглядит, расскажите. Хотелось бы сказать вам, дорогие курганцы, что наша рыба не добавляется ни краски, никакой химии, чисто экологический продукт, чисто дым, опил. И из-за этого рыбу у нас хорошо берут, и она, как говорится, в городе на хорошем счету. Дальше у нас какие-то интересные с вами процессы там происходят. Стоят девушки с коробками и что-то делают. Скажите, что они делают? Распасовывают рыбу. То есть вот эта рыба, которая здесь висит, она уже готова к употреблению, она уже готова поехать в магазин и продаваться. Ну, я бы так сказал, на данный момент она попадет ко мне на склад, а оттуда вы уже по торговым местам. Ну, на данный момент здесь фасуется горбуша спинка. Ее должно быть 3 килограмма в коробке. А так фасовки бывают 2-3 стандартные. Процесс по собиранию коробок тоже увлекательный. Пойдемте, посмотрим его. Девушка, сколько коробок вы делаете в день? Больше тысячи коробок. Ну, это тоже процесс такой трудоемкий, и главное, наверное, не уснуть. А можно я попробую сделать? Так, показывайте, рассказывайте. Заметьте, девушка вообще не смотрит, как она собирает. Она повернулась, и все автоматически. Что здесь так вкусно пахнет сушеной рыбой? Ну, здесь помещение отдельно предназначено для выгалки пельги, нашей курганской пельги. Температура вяления данной рыбы не должна превышать 17 градусов. А почему? Чтобы получить изумительную рыбку. Ну, то есть, вот она уже здесь, почти готовый продукт. Нет, ее повесили сегодня. Как долго она будет твердить? Три дня. Я не устаю повторять. Все спрашивают, почему у вас рыба такая вкусная? Я говорю, мы используем соль, воду и просто дым. Взять и засолить – это не все так просто. Надо купить нужную рыбу, надо ее засолить правильно. Использовать воду, соль определенную. Вовремя ее вытащить. Федор, посмотрели мы ваше предприятие, ассортимент просто широчайший. Где можно купить данную рыбу? Вообще, любой житель кургана и области может приехать сюда и купить, что ему угодно. Ну, то есть, только в этом магазине представлена рыба, а больше ее нигде не найти в кургане? В сети «Метрополис», в обычных магазинах вы найдете мою рыбу. Но полный ассортимент только здесь. Пойдемте посмотрим. Федор, спасибо вам большое за экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно. Удачи вам в вашем бизнесе. До новых встреч. Спасибо. Если вы не заядлый рыбак, которому важен многочасовой процесс ловли рыбы, а настоящий гурман, который ценит свое, натуральное, вкусное, добро пожаловать в магазин. Здесь вы найдете свой улов. Выбирайте то, что сделано в Зауралье. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поздравляю вас с 20-летием со дня образования. С момента создания Росгвардии на территории Курганской области ваш телеканал достоверно освещает в средствах массовой информации деятельность управления Росгвардией по Курганской области. Выражаю уверенность, что накопленный опыт, высокая работоспособность и в дальнейшем будут способствовать освещению застоверной информации об управлении Росгвардией по Курганской области. Желаю вам здоровья, творческих успехов, долголетия вашему коллективу. Галамарт – это множество качественных товаров по привлекательным ценам. У нас всегда огромный выбор товаров для дома, спорта, отдыха, туризма и рыбалки. Галамарт – качество по доступной цене. Установите газобаллонное оборудование на свое авто и получите полный баллон газа в подарок. Звоните 8 908 30 45 05. С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах. Узнайте, как перейти на цифру по телефону 8 800 220 20 02 или на сайте смотрицифру.рф. Пройдите полный курс счастливой жизни вместе с журналом Теле7. Откройте свои счастливые страницы. Наши эксперты помогут вам сохранить здоровье и красоту и почувствовать себя моложе. Теле7. Свежий номер уже в продаже. Дом с минимальной стоимостью квадратного метра. Дом, который возводится легко и быстро. Дом, где детей не ставят в угол. Добросфера. Добрые дома. Интернет-магазин Столплит представляет мебель по традиционно низким ценам. Да это же не шкаф, а целый гардероб. Столплит. Доступная мебель. Ничего на свете лучше нету, чем читать бесплатную газету. Зауральский курьер. Читайте бесплатно. Водитель, помни. Официальный техосмотр. Безопасность вашей семьи на дороге. Представляем вам сенсацию в мире готовки. Шеф-баскет – это универсальное приспособление для варки, жарки и процеживания пищи. Вы кладете макароны в шеф-баскет, минуя кипяток. Варите и прямо из кастрюли на тарелке. Отогнем ручки вниз, получим устойчивый дуршлаг. Шеф-баскет – лучший способ варить яйца вкрутую. Сразу из кипятка в холодную воду. Варка макарон, овощей, морепродуктов, жарка во фритюре. С Шеф-баскет все это станет просто и удобно. Универсальная складная решетка Шеф-баскет всего за 349 рублей. Успейте заказать! Вселенная возможностей для вашей информации. Курган! Встречай новое поступление качественных весенних курток на ярмарке «Ермак». Женские и мужские модели до 72-го размера по оптовым ценам. Коли Меготина – 87. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Новое поступление качественных весенних курток на ярмарке «Ермак». Женские и мужские модели до 72-го размера по оптовым ценам. «Ермак» – Коли Меготина – 87. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на вторник на большую часть Зауралия заглянет промежуточный гребень азиатского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Облака немного поредеют, но воздух станет выхолаживаться, окрепнут морозцы. Днем показания барометров снова начнут падать. Это скажется влияние атлантического циклона, из-за чего небо в большинстве районов нахмурится, осадки возобновятся, а температурный фон окажется на 5-10 градусов выше климатической нормы. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени от плюс 1 до плюс 3 небольшие осадки. В Кургане облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха – минус 3, минус 5. Днем в Кургане облачно, небольшие осадки. Ветер южный – 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха – плюс 1, плюс 3. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров артутного столба. 12 марта солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!